В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о недвижимости, ее регистрации, гаражных кооперативах и многом другом. А расскажет нам об этом Евгений Санин, начальник отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по Приморскому краю. Евгений Александрович, добрый день! Здравствуйте! Первый вопрос, почему гражданам необходимо зарегистрировать свое право на объект недвижимости? На сегодняшний момент единственным доказательством права собственности граждан является государственная регистрация его в едином государственном реестре недвижимости. В 2020 году был принят законопроект 518-й федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, который определяет обязанность органов местного самоуправления выявлять ранее возникшие права и вносить эти сведения в единый государственный реестр недвижимости. Также в случае, если органы местного самоуправления не выявят ранее возникшие права, то орган местного самоуправления должен подать заявление о регистрации объекта недвижимости в качестве бесхозяйной вещи. К чему это может привести? В случае, если по каким-то причинам собственник не будет выявлен, то его объект недвижимости будет признан бесхозяйным. И, соответственно, в соответствии с гражданским кодексом орган местного самоуправления по истечению года может обратиться в суд за признанием права муниципальной собственности. Соответственно, я всем гражданам, кто еще до сих пор не зарегистрировал свои права, те, которые возникли до 1998 года, советую обратиться за государственной регистрацией прав в МФЦ. Заявка по данным документам на сегодняшний момент бесплатная. Необходимо принести только правоостанавливающие документы. Ранее это были договора о приватизации, возможно, наследство, возможно, на земельные участки. Это свидетельство о праве собственности или акты о предоставлении данных земельных участков в собственность. Поэтому я еще раз повторяю гражданам, те, которые до сих пор не зарегистрировали свои права, обратиться, чтобы потом не попасть в ту ситуацию, что их объекты будут признаны бесхозяинами. То есть я правильно понимаю, что это не та ситуация, как мы сегодня покупаем квартиру и нас автоматически обязывают регистрировать свое имущество, а это именно те квартиры, которые получали наши дедушки, бабушки, в моем, по крайней мере, случае дедушки, бабушки и так далее, приватизировали эти квартиры. Да, это именно та ситуация, потому что на сегодняшний момент та ситуация, которая складывается на рынке недвижимости, все уже прекрасно понимают. Купил квартиру, зарегистрируй свои права, построился дом, дольщики, зарегистрируйте свои права. Но та ситуация, которая по ранее возникшим правам, она до сих пор тянется, очень много, скажем так, молчунов, кто до сих пор не обратился за регистрацией. И вот для них именно принят этот закон, органы местного самоуправления этим занимаются, там очень большой объем работы, но, однако, есть вот такая коллизия, в случае невыявления может произойти вот такая ситуация. Поэтому я все-таки советую сделать это самостоятельно, не ориентируясь на органы местного самоуправления. Казалось бы, столько времени прошло, а до сих пор есть те, кто еще этого не сделал. Это удивительно. Наличие и снятие ограничений. Вот как проверить самостоятельно объект недвижимости на отсутствие или наличие ограничений каких-либо? Ограничения накладываются у нас с вами на основании решений судов, органов, тех, которые могут принять такие решения. Проверить эти сведения на самом деле несложно. На сайте Росреестра, русреестра.gov.ru, есть вкладка «Сервисы», где вы можете в режиме онлайн по адресу, по кадастровому номеру объекта недвижимости увидеть, есть ли ограничения на данном объекте. Это самый простой способ определить, какие ограничения есть и есть ли они вообще. При покупке квартиры, при продаже квартиры, я думаю, будет заинтересован проверить, чтобы не произошли такие ситуации, как приостановление государственной регистрации. А мы знаем, что одним из оснований для приостановления является наличие запрета ограничения, установленных решением суда или других органов. Второй способ – это, конечно, заказать выписку из Единого государственного регистра недвижимости, где тоже будут указаны, помимо характеристик, также наличие ограничений. Ограничения эти какие могут быть? Прописан кто-то? Долги какие-то на квартире? Нет. На сведения прописанных в Единый государственный реестр не вносится. Ограничения – это в основном аресты, запреты, наложенные решением суда, это запреты, наложенные судебными приставами и исполнителями, также это запреты, наложенные в уголовном производстве. То есть это такая основная группа ограничений, которая накладывается и которая не дает в последующем, приводит к приостановлению государственной регистрации недвижимости. Если, допустим, продавец, покупатель не запросили эти сведения, не убедились в этом, это часто такая ситуация происходит, мы приостанавливаем регистрацию. Очень часто на сегодняшний момент самое элементарное – это штрафы. Судебные приставы на основании штрафов накладывают запреты, запреты автоматически поступают к нам. Мы в соответствии с законом в течение трех дней вносим эти запреты. И, соответственно, если вы готовите сделку 2-3 недели и документы, скажем так, готовились за 2 недели до того, как пошли на сделку, не убедились за день, за два, что на следующий момент чистый, то у вас может произойти вот такая история, что сделка не пройдет, пока не будет снят данный запрет. Ну тогда логичный вопрос – как снять эти запреты? Запреты в основном по общему правилу, кем накладываются, тем и снимаются. То есть органы в порядке межведомственного взаимодействия направляют нам эту информацию, как о наличии запрета, так и о снятии этих запретов. Но в случае, если запреты не сняты, законодатель предусмотрел эту ситуацию, и гражданин может самостоятельно через МФЦ подать к нам документы о снятии с предоставлением соответствующих документов. Допустим, он получил у приставов постановление о снятии запрета, у него оно есть на руках, по каким-либо причинам нам неизвестным эти документы к нам не поступили от службы судебных приставов, то он может это подать в МФЦ. Единственная процедура там следующая. То есть мы на основании этих заявлений делаем запрос в соответствующий орган, и только после получения ответа на запрос мы снимаем такие аресты. То есть по факту получается, что мы не снимаем в течение трех дней, как по межведомственному взаимодействию, а снимаем только после получения. В основном, конечно, органы отвечают в течение также трех-четырех, иногда десяти дней, в зависимости от органа. Ну вот, гражданам приходится ждать эту историю. Ну да, наверное, лучше проверить, чем потом ждать. Да, чем потом ждать, да. Потому что когда покупаешь квартиру, любую недвижимость приобретаешь, хочется все-таки оформить все это побыстрее и уже стать полноценным, полноправным владельцем. Ну, помимо этого же, в основном происходят же взаимосвязанные сделки. Кто-то продает, кто-то сразу покупает. И, соответственно, если, скажем так, приостанавливается одна сделка, то и вторая сделка, она может и пройти, но, соответственно, деньги из одной сделки на оплату другой могут не поступить, и это для людей лишний нервный страх, скажем так. Вот мы заговорили о приостановлениях. Основание и сроки приостановления регистрации, осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав? Такой сложный вопрос, но... Значит, оснований, на самом деле, много. Они установлены статьей 26 нашего федерального закона. Остановимся все-таки больше на сроках, потому что, ну, действительно, оснований больше 60. Все они прописаны. Все, то есть, скажем, государственный регистратор выйти за рамки этой статьи не может. Он должен только руководствоваться этой статьей. О чем и отличие 218-го федерального закона государственной регистрации недвижимости от 122-го закона, по которому мы работали раньше? Именно в том, что основания поименованы, определены, и уже не надо ничего, скажем там, государственному регистратору придумывать. Есть четко определенные основания. Выявил эти основания в документах, поступивших приостанавливаемых. Про сроки. Значит, сроки бывают несколько видов. Значит, если у нас с вами, вот как мы говорим, по запрету, да, то здесь срок устанавливается до снятия запрета. То есть, будет год сниматься запрет, значит, будет сделка висеть год. Будет снято за несколько дней, значит, будет снято за несколько дней. Следующее основание по решению государственного регистратора в соответствии с 26-й статьей. То есть, при выявлении тех оснований, которые указаны в этой статье, государственный регистратор принимает решение на 3 месяца. То есть, по истечению 3 месяцев, если основания не устранены, государственный регистратор должен принять решение об отказе. Следующий срок – это по заявлению гражданина. Ну, допустим, приостановка на 3 месяца. И он четко убеждается, что для получения того или иного документа этого срока недостаточно. Соответственно, он может подать заявление, прервать срок приостановления на 3 месяца на 6 месяцев. То есть 3 плюс 6 – 9 месяцев. Вот такой вот общий срок. В случае, если он в течение раньше срока 6 месяцев получил те документы, предоставил их, он может возобновить регистрацию и, соответственно, не ждать 6 месяцев своей приостановки, а подать документы и зарегистрировать раньше. Вот такой еще очень интересный вопрос про кадастровую стоимость недвижимости. Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости? Вообще возможно ли это? И для чего это необходимо? Значит, кадастровая стоимость. Какое отношение орган регистрации недвижимости имеет к кадастровой стоимости? Мы вносим эти сведения в Единый государственный реестр прав. Эти сведения там находятся, и любой гражданин может с ними ознакомиться. Данная информация открыта на самом деле. Ее можно получить, опять же, я уже говорил, в режиме онлайн. То есть справочная информация по объекту недвижимости в режиме онлайн. Набираете адрес, либо кадастровый номер. В открытых сведениях, помимо площади и других характеристик, будет сведение о кадастровой стоимости, актуальное, которое внесено в Едином государственном реестре. Также эти сведения легко, очень легко найти на публичной кадастровой карте. Также набираете кадастровый номер объекта, и эти сведения выходят как справочная информация. К определению кадастровой стоимости Росреестр отношения не имеет. На сегодняшний момент на территории Приморского края существует Центр кадастровой оценки Приморского края, который занимается именно определением кадастровой стоимости, изменением этой кадастровой стоимости. Хочу для граждан сказать, что на сегодняшний момент в 2023 году пересмотрена кадастровая стоимость объектов, недвижимости, зданий, строений, сооружений, помещений, машиномест, объектов незавершенного строительства. И актуальными эти сведения, или применимыми, и будут внесены в Единый государственный реестр с 1 января 2024 года. То есть с 1 января 2024 года будет новая кадастровая стоимость. Чтобы пересмотреть эту кадастровую стоимость, надо обращаться в Центр кадастровой оценки. Все это легко сделать на сайте Центра кадастровой оценки. Насколько я помню, сайт примска.ру, там вся информация также открыта по своему кадастровому номеру, также можно определить, какая на сегодняшний момент, какая принятая кадастровая стоимость. И там же есть вопросы по пересмотру кадастровой стоимости, как подать заявление. А для чего? Смотрите, ну, возможно, такая ситуация. Граждане чувствуют, что их права нарушены. Кадастровая стоимость завышена каким-то образом или занижена. Ну, в основном завышена, да. А рыночная стоимость этого объекта намного меньше, как оценивает гражданин. Соответственно, он может обратиться и привести кадастровую стоимость к рыночной. То есть снизить ее до рыночной стоимости. И, соответственно, кадастровая стоимость у нас с вами влияет на базу, на начисление налогов. Соответственно, будет изменена и базовая оценка налоговая. А технические ошибки в ЕГРН происходят? Да, такие технические ошибки бывают. Значит, что такое техническая ошибка? Это ошибка, допущенная органом государственной регистрации недвижимости. На сегодняшний момент поступают заявления на исправление технических ошибок. Конечно, очень часто это ранее возникшие ошибки, когда базы переходили из одной в другую и так далее. Мы уже три раза переходим из одной информационной системы в другую. Часто бывает, площадь неправильно указана, а от этого зависят у людей коммунальные платежи и так далее. Поэтому люди обращаются, предоставляют технические документы. Мы исправляем эти ошибки. Еще раз повторю, это ошибки, допущенные нами. Но есть другой вид ошибки. Это реестровые ошибки. Это уже ошибки, допущенные в документах, на основании которого внесены сведения в ЕГРН. Сведения в основном вносятся на основании технических планов, на основании межевых планов, на основании актов обследования. Так вот, если в этих документах допущена ошибка по той же площади или неправильно указаны координаты, то вот эта ошибка исправляется органам НАМЕ, государственной регистрации недвижимости, но уже гражданин должен предоставить технический документ с обоснованием, где была допущена ошибка, кем была допущена ошибка и в каком документе была допущена ошибка. И по результату государственный регистратор рассматривает эти документы и принимает решение либо об исправлении, либо об отказе в исправлении такой ошибки. То есть это, я понимаю, та история, когда мы с мужем приобретали квартиру, у нас сначала была указана одна площадь, и потом, спустя время, когда мы уже оформили все документы, нам пришло уведомление о том, что у нас оказывается другая площадь квартиры, и вот что-то мы там ходили и исправляли, у нас какой-то еще дополнительный листочек в стопке с бумагами с нашими появился. Да, да, да. Это та история, когда, ну, по тем или иным причинам, во-первых, еще изменяется, на сегодняшний момент изменяется нормативная база по измерению, да, площади. Да, да, да. И с этим тоже происходят вот такие вот изменения. А как исправить эту ошибку? Техническую ошибку исправить легко. Обращаетесь в МФЦ, предоставляете заявление об исправлении технической ошибки, и исправляется она в течение трех дней. Реестровую ошибку немножко сложнее, потому что, я еще раз говорю, должен быть документ, подтверждающий, в каком документе была ошибка допущена, кем была допущена и обоснована ли эта ошибка. Очень часто происходят от реестровой ошибки, очень часто происходят при межевании, когда два участка, границы их накладываются друг на друга, и уже были эти сведения внесены ранее в единый государственный реестр недвижимости. На сегодняшний момент проделывается большая работа по исправлению этих ошибок как органам государственной регистрации недвижимости, так и сами граждане смотрят публичную кадастру карту, видят, что у них границы накладываются на другое, обращаются к кадастровому инженеру, он подготавливает межевые планы и подает заявление, исправляются все ошибки, все такие заявления бесплатные, то есть никаких, кроме расходов на подготовку технической документации, других расходов нет. Стороны примиряются, соседи перестают делить один забор на двоих, да? Да, но если они не могут примириться, то тут уже единственный выход – это обращение в суд. Еще одна очень интересная тема, на мой взгляд, год назад, наверное, год назад, мне кажется, мы с вами говорили о гаражной амнистии. Давайте напомним, во-первых, что это такое. Гаражная амнистия, закон о гаражной амнистии, 79-й федеральный закон, позволяет гражданам, на сегодняшний момент, не зарегистрирующим свои права на гаражи, обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка под своим гаражом и по результату предоставления этого земельного участка орган местного самоуправления самостоятельно подает заявки на государственную регистрацию прав и на земельный участок и на государственный прав на гараж гражданина. То есть гаражная амнистия в упрощенном порядке, так сказать. То есть сначала оформляются не права на гаражи, а потом земля под ними. Скажем, сначала идет оформление земельного участка под гаражом и одновременно регистрация права и на гараж, и на земельный участок и, опять же, органам местного самоуправления. Перечень документов, в принципе, уже везде распространен, который необходим. Я думаю, никаких таких сложных вопросов сейчас у органов местного самоуправления по гаражной амнистии не возникает. Ну да, я напомню, что это относилось к капитальным строениям, не для заводским вот этим, конечно, гаражам, а к капитальным строениям, которые находятся частенько в каких-то гаражных кооперативах, зачастую даже, наверное. Но тогда речь шла о том, что гараж должен стоять именно на земле, быть одноэтажным или же быть первым этажом. Что касалось вторых и третьих этажей, как часто это бывает в гаражных кооперативах, которых много у нас в городе, что изменилось в этом отношении? На сегодняшний момент совместно с органами местного самоуправления, с администрацией города Владивостока, нами принято решение, что мы будем осуществлять регистрацию таких земельных участков под такими гаражами двух-трехэтажными. В данной ситуации речь идет о том, что, возьмем грубо двухэтажный гараж, у одного гаража первого этажа один правообладатель, у второго этажа второй правообладатель, то есть два разных человека. Земельный участок по общим правилам мы можем предоставить только под зданием, под помещениями земельный участок не предоставляется. Соответственно, для того, чтобы этим гражданам обратиться с гаражной амнистией, необходимо, во-первых, договориться между собой, подготовить технический документ на здание, в которое будут входить два помещения, помещение первого этажа и второго. То есть по факту у нас будет помещение, состоящее из двух гаражей, и обратиться в администрацию города за предоставлением земельного участка и потом, соответственно, за регистрацией права на этот гараж. В случае поступления таких документов с органами местного управления мы уже провели соответствующую работу. И в случае, если граждане соберутся, договорятся между собой подготовить технический документ на это здание, то вопросов нет, мы будем осуществлять такую регистрацию. Соответственно, у них здание будет в общей долевой собственности. Если хотят, потом могут выделить, скажем так, прекратить право на здание, но зарегистрировать право на помещение в этом здании. В принципе, никакой роли для здания не изменится. Здание, как было зданием, состоящее из двух помещений, единственное будет, скажем, изменение по праву. Право будет на два помещения, либо право будет на здание, допустим, если это двухэтажный, по одной второй доле. Если это трехэтажный, то по одной третьей доле. И земля, соответственно, у них будет в общей долевой собственности. А если, допустим, первый уже зарегистрировал первый этаж, а остальные еще нет? Нет, на сегодняшний момент такой ситуации нет, потому что в случае, если к нам обращается собственник первого этажа только, то мы приостанавливаем, отказываем, потому что все-таки над ним есть еще другие гаражи, и мы не можем ему заистрировать землю. Потому что, ну, общая, прежде правильная, земельное законодательство, первая статья, это единство судьбы. То есть все, что связано с землей, следует судьбе земельного участка. Соответственно, здание, если имеет одного правообладателя, то есть земля, вернее, земля одного здания, а если у нас земля одного здания принадлежит трем, то это неправильно. То есть здесь нарушение чистой воды, именно единство судьбы. Поэтому так и должно быть. Три правообладателя здания, три правообладателя земельного участка. Ну, это очень хорошая новость, потому что теперь, мне кажется, вот таких полноценных собственников сможет стать гораздо больше. Сегодня приду, обраду мужа, например. Спасибо вам большое, что разъяснили вот эти сложности, которые возникают у людей. Я думаю, что вопросы, связанные с регистрацией имущества, теперь кому-то станут чуть более понятны. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня в гостях у нас был Евгений Санин, начальник отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по Приморскому краю. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова